Вопрос строительства торгового центра на Ульяновской возле дома номер 49 последнее время у всех на слуху. В течение месяца в Бобруйске проводилось общественное обсуждение. Участие в нем приняли 1628 человек. Причем мнения «за» и «против» разделились практически поровну. Проект перспективного торгового центра сегодня презентовали на градостроительном совете. В обсуждении участвовали инвестор ИП Юрий Воронов и представители инициативных групп, как те, кто против, так и те, кто за. Здание получилось двухэтажное, общей площадью в районе 1200 метров с учетом двухэтажей. Основная функция его торговая. Первый этаж – это торговля мебелью и сантехникой. Второй этаж – это торговля детскими товарами. Между тем, цифра 50 на 50 не оставила руководство города равнодушной. Ведь речь идет о сносе так называемого сквера и вырубки 37 берез. К тому же возник вопрос и к факторам выбранного участка. Неудобный подъезд к магазину на автомобиле и недостаток парковочных мест. Первый заместитель председателя Бобруйского госполкома Игорь Кисель резюмировал. При проведении аукциона вопрос не был проработан до конца. Здесь, наверное, не приняли во внимание о том, что эта зеленая зона подлежит вырубке. Ну, было, я считаю, допущено, наверное, ошибкой. Значит, чтобы исправить эту ошибку, мы застройщику будем предлагать альтернативных земельных участков для размещения этого здания в другом месте. Нужны ли городу очередные торговые центры? Этот вопрос, как правило, вызывает волну негодований. Мол, и так хватает. Однако, если копнуть поглубже, то покупателей смущает масса деталей. То не устраивает магазин в его районе, то с коляской неудобно, то и вовсе не та начинка супермаркета. Я считаю, что недостаточно мест для того, чтобы играть с детьми, потому что у нас так бы и негде, кроме площади развлекательных таких, ну и для выгула животных. У нас на франдуке, например, не хватает ничего. У нас только доброномы магазины и все. Хотела бы этого, чтобы построили торговые центры новые какие-нибудь, чтобы можно было зайти и все купить там. Чтобы павельончики, может быть, были, как вот на Октябрьской был. Таких вот, как Корона, мне очень нравится, потому что удобно заехать с коляской. Как Евроопт еще большой, но там только вот он один у нас. Да, остальные, они как бы есть, но туда заехать с коляской очень сложно. И желательно, чтобы побольше, чтобы какая-то конкуренция была между магазинами. По поводу строительства домов в районе 34-й школы и на Куйбышева, 38, возражений не было. Предложения и замечания от горожан не поступали. Потому концепция застроек с учетом замечаний и доработок была одобрена. Что же касается сквера на Ульяновской, жильцы, что голосовали против, заявили, они непременно займутся благоустройством этого зеленого уголка. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруиск, 360.